Ола Амигос, на связи Матвей. Наконец-то Epic Games начали что-то делать для мобильного сообщества их игры. Не знаю, знаете вы или нет, но на днях Epic Games сделали новое обновление специальное для Fortnite Mobile, в котором добавили новую функцию в настройках, а точнее гироскоп. На первый взгляд вам может показаться, что это какое-то незначительное обновление с новой ненужной настройкой. Но хочу вас предупредить, это далеко не так. Гироскоп это очень полезная и распространенная функция в мобильных шутерах, например как PUBG Mobile, которая кардинально меняет ваш геймплей. Сегодня я бы хотел поподробнее разобрать эту новую настройку под названием гироскоп конкретно в нашей игре Fortnite Mobile, посмотреть как ее активировать, что она дает и вообще зачем это нужно. А также в конце посмотрим как сильно изменится моя техника в строительстве о имени редактировании при активации гироскопа Fortnite Mobile. Так что ни в коем случае не переключайтесь, будет интересно. Но перед тем как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, если вы так же как и я играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти самый лучший и единственный контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. А если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег Афтермотивкар в вашем жидивном магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а если у вас нету вконтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд сервере. Ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, давайте-ка посмотрим, что же это за новая функция гироскоп в нашем Fortnite Mobile. Во-первых, давайте-ка я вам покажу, как вообще включить гироскоп в нашем мобильном Fortnite. Кстати, оцените мой супер эксклюзивный скин под названием Слюрповой иконик. Ни у кого кроме меня такого выгорения нет. Ладно, в общем, открываем меню, заходим в параметры, открываем отдел сенсора движения, проматываем чуть-чуть вниз и видим настройку управления движением. Это и есть гироскоп. Ну что ж, включаем его, запускаем творку и посмотрим, как он вообще себя проявляет в самой игре. Барабанная дробь и... да, это называется гироскоп. То есть ты, тип, двигаешь свой телефон, а, соответственно, камера персонажа двигается за ним. Чем-то отдаленно напоминает режим виртуальной реальности. Тем самым ты, например, можешь бежать и двигать камеру своего персонажа, даже не дотрагиваясь до экрана. Ну ладно, надеюсь, вы все поняли. Теперь оставьте меня наедине на ближайшие два часа, буду тестить гироскоп в самой игре. Фух, могу заявить, это были самые сложные два часа в моей жизни. Принял решение сделать записи экрана, а не хендкам, потому что мне за столом некомфортно играть в Fortnite. Надеюсь, претензий у вас ко мне нет. В общем, предлагаю начать. Во-первых, стоит ли включать гироскоп в Fortnite Mobile? Это зависит от того, как и на чем вы играете в саму игру. Если вы играете на планшете, сразу откиньте эту мысль. Потому что я уверен, что все, кто играет в Fortnite на планшете, играют за столом. И девайс у них лежит на столе. Даже если вы играете на телефоне, но при этом он у вас во время игры лежит на столе, гироскоп вам тоже явно не нужен. Гироскоп был сделан прям именно для истинных мобильных игроков, которые играют на телефоне и во время игры держат его у себя в руках, как, например, я. Потому что для использования гироскопа тебе надо наклонять телефон в разные стороны, а за столом это никак не сделаешь, остается один вариант у себя в руках. Второй вопрос, зачем же он нужен? Хм, ну никто толком-то и не может сказать точно, зачем же он нужен. Вроде как для повышения скилла в игре. Но возникает вопрос, каким образом? За два часа игры с гироскопом я успел сделать такие выводы. Мне стало намного легче строиться, что, соответственно, повысило мою эффективность в строительстве. Это факт. С Аимом плюс-минус такая же ситуация. Конечно же, исключая тот случай, когда ты хочешь кого-нибудь заснайпить. Потому что, когда ты выцеливаешь противника, тебе важна точность, а вот эти вот микро-помехи в гироскопе тебе очень сильно мешают. Хотя и здесь есть решение, просто зажимая палец на своем экране, и тогда гироскоп активироваться не будет. Играя с гироскопом, хуже всего приходится редактированию. В записи, которые вы видите сейчас все на экране, очень легко заметить, что я часто лажаю на редактирование любых построек. В принципе, уже сейчас можно сказать, что гироскоп это фигня, и никогда у себя в настройках его не включайте. Но не бегите вперед паровоза, сейчас я вам все объясню. Гироскоп эффективнее всего включать именно игрокам на маленьких девайсах, что-то по типу телефона, даже такого, который есть у меня. Игрокам, которые держат во время игры свой девайс на столе, или обладателям больших девайсов по типу планшета, включать гироскоп абсолютно бессмысленно. Потому что гироскоп, по сути, является неким костылем мобильной платформы. В своих роликах я часто говорил, что главная проблема телефонов это маленький экран. Что, например, ты не можешь бесконечно вести пальцем по экрану, потому что рано или поздно он закончится. Так вот, гироскоп как раз таки и помогает избежать таких моментов в игре. То есть, например, когда вы перестреливаете своим противником в боксе, он прыгает вокруг вас, и для того, чтобы его убить, вам надо выворачивать свои пальцы. С гироскопом же вы можете даже хотя бы немного наклонять свой девайс, и тем самым прокручивая камеру своего персонажа. И вам будет легче убить мартышку, которая бесконечно прыгает вокруг вас. Так же и в редактировании. Гироскоп может очень сильно облегчить ваше редактирование. Просто в нужных моментах надо правильно наклонять свой девайс, чтобы отредактировать постройку. Например, вы делаете дабл-эдит, и для того, чтобы его быстрее и эффективнее делать, вы просто можете наклонять свой телефон вперед-назад, и это вам будет очень сильно помогать. При строительстве, в принципе, тоже аналогичная ситуация. Короче, давайте сделаем выводы. Определить, нужен ли игроку гироскоп или нет, мы можем с легкостью, я это уже говорил прежде. Но можем ли мы сказать, что это главная мета мобильных игроков, или обычная, ничем не примечательная настройка, что-то по типу автострельбы? Скорее нет, чем да, но наверняка пока что я определить это не могу. Потому что гироскоп это очень мощное оружие, которым надо учиться управлять. В теории, это должно быть очень имбовой фишкой для мобильного игрока, но на практике я пока сказать не могу, потому что не проверял. Мне нужно больше отыграть в Fortnite с гироскопом. Но всё же, скорее всего, мой ответ да, это имба, чем отрицательный. Опять же, нужно учиться правильно интегрировать гироскоп в свой геймплей. По-другому никак. Но всё же, в гироскопе есть один серьёзный изъян, который вот больше всего меня раздражает. А именно, нельзя настроить чувствительность вашего гироскопа. Я не знаю, как определяется чувствительность вашего гироскопа, а скорее всего, по вашей установленной сенсии. Но также не отрицаю, что это могут быть изначально заготовленные настройки. Всё же, если эпикам не всё равно на мобильных игроков, в скором времени они обязаны добавить кастомизацию чувствительности гироскопа. Как это сделано, например, в PUBG Mobile. Огромное вам спасибо за просмотр, пока что у меня это для вас всё. Пойду тренить свою игру в Fortnite Mobile с использованием гироскопа. Уж больно интересно мне, как же всё-таки в итоге поможет мне гироскоп, или это окажется такой же бессмысленной настройкой, как автострельба, не знаю. Было бы интересно узнать именно ваше мнение по поводу гироскопа в Fortnite Mobile. Так что обязательно пишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу этого нововведения в нашей игре. Играли ли вы с гироскопом? Понравился ли он вам? Считаете ли вы, что я прав или наоборот не прав? Пишите адекватные развернутые комментарии, лучший из них я обязательно лайкну. Также обязательно поставьте лайк этому видео, если вы досмотрели до этого момента и до сих пор это почему-то не сделали. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok